Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет интересный и насыщенный сюжет, а самое главное полезный. В этом видеоролике мы затронем три блока. Первый, мы поговорим с вами про новый BMW X6. Поверьте, есть что сказать про этот автомобиль и с положительной стороны, и с негативной. Второе, мы затронем тему лизинга. Очень часто люди спрашивают, что такое лизинг, для кого он выгоден, для кого он не выгоден. В этом видеоролике мы про это поговорим тоже, с плюсами и с минусами. И третий блок, мы пообщаемся с владельцем этого автомобиля, спросим, почему он купил себе BMW X6, на чем он ездил до этого. Послушаем его историю покупки, и таким образом у нас получится целая полезная информация. Вы скажете, эта машина очень дорогая, для чего она нам нужна. Так вот, присаживайтесь поудобней, и мы начинаем прямо сейчас. Вы все узнаете. По каждой из затронутых тем тайм-код уже ждет вас в описании. Если интересно, переключайтесь, смотрите. Но давайте начнем в первую очередь с внешнего вида. Когда этот автомобиль появился, очень частые комментарии про него были, фу, это какая-то китайщина. Но на самом деле, друзья, по прошествию времени, вот когда ты вживую стоишь возле этой машины, ты на нее смотришь, и ты понимаешь одно, что это действительно новая BMW X6. Вот если бы сейчас была возможность рядом поставить предыдущую версию, ну реально, вот эта машина выигрывает. Некоторые говорят, какие здоровые ноздри. Друзья, но на самом деле, когда ты походишь, посмотришь, морда этой тачки, она действительно эффектная. Мы ранее снимали новую BMW X5. Я оставлю специально ссылочку на этот видеообзор. Почему? Потому что что X5, что X6, по сути, одно и то же разница, в первую очередь, заключается только лишь во внешнем виде. И самое главное, что есть одна особенность у этого автомобиля, что его ноздри могут светиться. И в вечернее время принудительно можно нажать, и вы едете, и здесь будет идти дополнительная подсветка. Все. Если мы посмотрим сейчас интерьер автомобиля, если мы откроем капот, здесь все то же самое, что и на X5. Интерьер автомобиля и посадка в него – это отдельная история. Пробег сейчас 7000 километров. Комфортное сидение, хорошая обзорность. Я просто представляю, как она едет, какие удовольствия можно получать от управления этим автомобилем. Очень часто встречаются комментарии серии, что в BMW салон простоват. Например, в Mercedes он смотрится как-то богаче. На мой взгляд, это все на любителя. То же самое, как и с Audi. Кто-то садится, им нравится то, что там куча дисплеев и все на сенсорах. Кому-то это не нравится. Здесь, как говорится, на вкус и цвет. Сам факт того, что наша версия, она очень хорошо укомплектована. Есть все то, что нужно, за исключением, что в машине не хватает панорамы. Это отдельная опция. Кому-то она принципиально нужна, кому-то она не нужна нафиг. Здесь все на своих местах. Кузов спортивного купе. Вот эта версия X6 представлена была миру еще в 2007 году. И по сей день они действительно хорошо продаются. Очень часто про эту машину говорят, что она понторезка. Сам по себе кузов некомфортный в силу того, что посадка назад здесь может быть неудобной. Скошенная крыша. Конечно, место сжирает. Но не забывайте о том, что это в первую очередь имиджевая машина. Если вдруг кто-то рассматривает премиальные бренды с точки зрения для семьи, для детей, скорее всего выберут либо X5, либо X7. Присаживаясь сюда, я специально пассажирское кресло настроил так, как водительское. То есть места достаточно. Я сел, головой не ударился. Возможно, на дальнее расстояние будет ехать дискомфортно, но вот так по городу прокатиться нормально. В чем еще фишка и отличие от именно этой версии X6 от X5? Это в рулежке. Владелец это отмечает. Это отмечают дилеры, BMW-менеджеры. Я с многими плотно общаюсь. Они проходят курсы, проходят обучение по автомобилю. Им дают возможность покататься. Многие инструктора говорят так, что именно X6 он более острее настроен на управление. Соответственно, на этой машине на большой скорости, в затяжные повороты вы будете получать больше комфорт. Но важно понимать, что, например, у нас версия идет X6 M Sport Pro. Это хорошая комплектация, очень востребована. Здесь идет полностью пневматическая подвеска. Колеса здесь 21-е. Хотя изначально, если рассмотреть базовую версию, они будут 19-е. Колеса для автомобиля, друзья, но это действительно имеет решающее значение. Машина нафарширована. Здесь задние колеса подруливают. Если мы переходим к задней части автомобиля, то первый комментарий, который я очень часто встречаю в интернете, это то, что стало китайщиной за счет того, что фонари стали уже. Но вживую, друзья, повторюсь, вот сейчас автомобиль находится в базовом состоянии. Единственное, что изменил владелец, это затянул спойлер в карбоновую пленку и зеркала. Все остальное, все эти обвесы, это все идет с завода. Машина вживую, но смотрится очень эффектно. Если говорить про клиренс, здесь он изначально с базы идет 218 миллиметров. В силу того, что у нас стоит пневма, машина может подняться на еще плюс 80 миллиметров. Система полного привода X-Drive это отдельная история. По-хорошему нужно делать как? Брать инструктора, выходить на специальный полигон и снимать, показывать, что она из себя представляет. Говорить о ней, стоя на асфальте, можно сказать, летом в плюс 25, это бессмысленно, потому что машина без проблем срывается и уезжает. Подчеркну, 3 литра дизель, 249 сил. Несмотря на то, что 620 крутящего момента, разгон 6,5, для этого автомобиля этого не хватает. Хотелось бы, конечно, чтобы она ехала 4,5-5. Вот на сегодняшний день начальная комплектация, например, Бизнес Плюс, стоит примерно 6 миллионов 440 тысяч рублей. Почему я говорю примерно? Потому что цены постоянно меняются. Комплектация, как в нашем случае М-Спорт ПРО, стоит 7 миллионов 440 тысяч рублей. Но если вы начнете кататься по автосалонам, в первую очередь вы столкнетесь с тем, что, во-первых, машин нету, это действительно дефицит. Во-вторых, машины, которые есть, на них, как правило, навешивают допы, либо просто делают наценку. И вам запросто машину могут предложить по цене 8 миллионов, из которых 500 тысяч рублей, это дополнительно маржа для дилера. А вот сейчас самое время перейти к теме лизинга. Если вдруг кто-то из зрителей не знает, что такое лизинг, объясняю простыми словами. Это долгосрочная аренда автомобиля с правом выкупа. Очень похоже на кредит, но для юридических лиц это гораздо выгоднее. Сейчас расскажу, почему и в чем. Очень часто люди задают вопросом, как выгодно купить. И некоторые думают, о, лизинг, там же столько дополнительных скидок. Но важно понимать, как вы будете покупать и кто вы, юридическое лицо или физическое. Изначально лизинг, это, конечно, куча преимуществ. Так, например, если вы начнете искать как физлицо, каждый дилер вам начнет говорить, приезжайте в салон, будем договариваться, что-то вам будут предлагать дополнительно. Если вы звоните как юрлицо и говорите, я хочу купить автомобильную организацию в лизинг, вам дают скидку. Я вам буду приводить все на примере ВТБ лизинг. Почему? Они входят в топ-3 лизингодателей. Это действительно крупная компания. Так, например, у них скидка прямо сейчас на BMW X6 достигает 6%. Самое главное, никто вам никак не выносит мозг путем того, что приезжаете, будем договариваться. Вы звоните и по всем дилерам вам будет одно стандартное предложение. И есть отличный лайфхак, о котором тоже не стоит забывать, что дилер вам может сделать прямую скидку от себя. Например, скидывает 100 тысяч рублей, а дальше идет поддержка по лизингу. Важно понимать, что на все модели скидка может быть разной. Например, недавно мы считали скидку на BMW 3 серии через ВТБ лизинг, она составила 10%. Вообще скидка может достигать аж 20%. Поэтому уточняйте, какая поддержка будет идти именно на тот автомобиль, который хотите купить вы. Второй момент. Покупая автомобиль на организацию, если вы работаете с НДС, вы, естественно, можете вернуть 20% НДС. Это два. Третий момент. Если у вас грамотный бухгалтер, который разбирается в теме лизинга и уже с этим работал, все ваши расходы на автомобиль, включая ежемесячные платежи за него, может списывать. Таким образом, вы будете платить меньше налог на прибыль. А это еще дополнительно экономит 20%. Не забывайте о том, что, например, можно купить не обязательно X6. Можно взять Lada Granta для того, чтобы она у вас работала, к примеру, в достатке. Можно купить Camas. Можно купить отечественные автомобили, на которые от государства еще идет дополнительная субсидия 10%. Это все официально. Здесь нет никаких серых схем. Это все работает по закону. Юрлицо? Пожалуйста. Какие минусы есть у лизинга? Это важно, чтобы вы тоже знали. Но вот смотрите, в первую очередь по платежам. Здесь должна быть жесткая дисциплина. Это не как с кредитом, что вы там забыли заплатить, ничего страшного, вам из банка позвонили, напомнили. Когда вы покупаете автомобиль, изначально он будет принадлежать не вам, а лизингодателю. Поэтому, если вы просрочили платеж, с вами могут в одностороннем порядке разорвать договор, изъять у вас машину. Поэтому, когда вы покупаете автомобиль в лизинг, это первое, о чем вы должны позаботиться, чтобы вы могли исправно, своевременно вносить за него деньги. Если вы, как юридическое лицо, для вас отсутствие этого автомобиля на вас, это дополнительный плюс, потому что у вас меньше кредитов в организации. Тем самым, если вдруг вам нужны какие-то дополнительные деньги, вы можете легче кредитоваться. У вас не будет висеть кредитных долгов. Соответственно, тоже есть свои плюсы. Добавлю еще как минус, что в лизинге вообще важно разбираться. Если, к примеру, вы являетесь индивидуальным предпринимателем, у вас упрощенная система налогообложения, и у вас бухгалтер, молодая девушка, которая еще ни разу с этим не сталкивалась, и вы решили купить для вас, лизинг в целом будет невыгоден. Потому что все вот эти поддержки, которыми вы можете изначально воспользоваться, о которых я сказал выше, вы их не получите. То же самое касается просто физических лиц. Если вы трудитесь на работе, у вас нет ничего, и вы решили купить машину в лизинг, вам этот вариант не подойдет. Таким образом, я хочу здесь подвести некий такой итог. Лизинг – это интересный, полезный финансовый инструмент, в котором нужно разбираться. Я оставлю ссылочку на страницу ВТБ лизинг, там, где вы можете в целом посчитать, забить параметры, сколько стоит интересующий вас автомобиль, посмотреть предварительные расчеты. Можно оставить номер телефона свой, с вами свяжется специалист и грамотно вам все расскажет. Важно понимать, что есть договор, друзья, и вы не поверите. Договор нужно читать, в нем много чего интересного может быть написано. Так, например, ограничение по пробегу. Допустим, это может быть, там, 30 тысяч в год. Те, кто ездит 15-17, как я, для меня это не проблема. Те, кто в год проезжает 40-45 тысяч, это будет, естественно, проблема, потому что за перепробег вы будете доплачивать. В общем, все эти моменты нужно изучать. Но сам факт того, что лизингом люди пользуются, как правило, если поговорить там, да, про портрет человека, который берет автомобиль в лизинг, это руководитель предприятия, либо какой-то топ-менеджер, либо сотрудник крупной организации, где он является ведущим специалистом, и под него закупают машины. Знакомьтесь или вспоминайте Михаил, мой близкий товарищ, с которым мы познакомились уже года, наверное, 4 назад, когда мы снимали Land Cruiser 200. Он был в пользовании у Михаила. После мы снимали с Мишей Mercedes S-класса в 222-м кузове. Он тоже был его владельцем. И сегодня он приобретает себе BMW X6. Михаил, в принципе, известен в социальных сетях под ником Михаил Страйк. Он снимает действительно толковые ролики. Отдельно на Мишу оставлю ссылочку на Инстаграм. Друзья, посмотрите, люди там мини-фильмы снимают. Реально очень крутая работа. Миш, огромное спасибо, что выделил время приехать пообщаться, рассказать про машину. Напомню, у тебя есть отдельно бизнес. Ты занимаешься медицинским оборудованием, чтобы люди понимали, где ты работаешь, чем ты занимаешься. Вот ты покатался на S-ке за рулем, на автомобиле, которым, в принципе, катаются сзади. Но тебе нравится ездить, ты много ездишь. Почему ты выбрал BMW X6 и на что ты еще смотрел? На самом деле все максимально просто. S-ка уже была такая с пробегом за сотку. Новая S-ка еще не вышла, а уже нужно было что-то менять, что-то покупать. Ну и новая S-ка, она там 15 мультов, но я не тянул. А я поехал искать машину. Думал, семерку BMW посмотреть. Приехал дилер BMW, собственно, зашел, посмотрел семерку, как бы так, вроде ничего. И случайно увидел X6. Он там стоял такой красный, такой вот прям вот весь на обвесах, там все, ну прям пушка. Ну, подошел к нему, посмотрел, сел, посидел, вроде бы ничего. Ну, думаю, ладно. В любом случае на нем одном зацикливаться нельзя. Поеду, посмотрю GLE Coupé. Приехал, посмотрел GLE Coupé. Ну, неплохая машина, тем более я как бы катал на Мерседесе. Мне он вроде бы как понравился. По внешке он, конечно же, более скучный, но я думаю, ничего. Думаю, надо брать. Начал считать цифры. Цифры. Сначала я заявился на Мерседес, посчитали мне там и кредит, посчитали саму машину. Потом я думаю, надо посмотреть BMW. Чего стоит BMW? Поехал, посмотрел BMW. А цен, реально, потому как тот BMW, который мне понравился, мне предлагали его за 8800. С учетом того, что там какие-то сплитера висели, ну, ни о чем. 8800. Я как бы обалдел, расстроился, поехал смотреть Мерседес. Мерседес мне насчитали там примерно 7700, ну, 7800, ну, как-то так. Думаю, окей, у меня есть хорошие знакомые в Твери, в дилере BMW. Я проехал туда и говорю, ребят, скажите, пожалуйста, хочу купить BMW X6, что предложите? Они без всякого якого, без допов, без накруток, без ничего, они продают мне эту машину за 6800. При том, что все дилеры в Москве продавали их к 8. Да? Это было, ну, прям, действительно, подарок. Довольно уехал, забрав эту машину. Почему не купил GLE-купе? Потому что, реально, это было дешевле. А если смотреть GLE-купе, типа, в такой же комплектации, это плюс миллион, плюс миллион двести к цене. И внешка у X6 мне нравится больше, если честно. То есть он более такой броский. Вот машина на момент покупки почти 7 миллионов рублей. Ты прокатился на ней 7000 километров и уже заметил ряд косяков, какие-то незначительные, но, тем не менее, один меня прям удивил. Вот что у тебя с сидением? Я даже не знаю, как это объяснить. Вот здесь есть две точки. Они, видно, что подвергались, то есть здесь повредили кожу, и либо на дилере, либо на заводе их попытались отреставрировать, эти точки. Но все равно это видно, все равно это бросается в глаза. И дилер, что вот парадоксально, да, в условиях нынешней ситуации, они готовы менять это сидение полностью, просто потому, что там вот эти две точки. Само по себе сидение, оно вообще без каких-то трещин, то есть оно все полностью. И тебе согласились поменять его по гарантии. Друзья, к слову, просто скажем, что машина это не немецкой сборки, это Калининград. Мы знаем, кто такой Андрей Ярдрей. Мы полностью деятельность его поддерживаем, но сам факт того, что в некоторых ситуациях здесь получается все как-то индивидуально. Казалось бы, можно было послать нафиг из каких-то точек, но ему меняют. У тебя еще есть косяк? А, еще да, глушитель. Вообще у BMW проблема с выхлопом, ну в смысле с насадками. Здесь в моем случае облезло черное напыление вот внутри этой насадки. Так дилер также готов это менять. Без проблем. А на каком пробеге это произошло? Блин, ну вот буквально, ну вот сейчас здесь 7 тысяч, а произошло это, наверное, на 6. Миш, я знаю то, что очень педантично относишься к автомобилю, и у тебя машина сейчас полностью вообще вся затянута в пленку, себестоимость которой 190 тысяч. Все детали, нозри, все затянуто. И пленка, пленка саморазглаживающаяся, если вдруг я ее где-то там поцарапаю, покорябаю, она феном греется, и все, и она расходит. Ее даже можно полирнуть при желании. Но при этом, ты забыла, у меня еще салон, все карбоновые детали и черный лак, он также в пленке. Я ездил длительное время на семерке, я около полугода двигался на 3-х литровом дизеле семерке. Вот там была та проблема, которую ты замечаешь здесь. Опиши, что у тебя здесь происходит. Здесь периодически, не знаю, с чем связано, неважно, холодный мотор, горячий, на улице холодно-жарко, он иногда работает с таким хлюпаньем. Вот он прям хлюпает. Такое ощущение, как будто со всех щелей херачит масло, и вот этот звук прям хлюпает. Поймать я это на дилере не могу, чтобы они это диагностировали, ошибок никаких нет. Но вот такой звук иногда происходит. Он прям вот, ну это и не описать. Такого звука еще ничего не нужно. А еще какая-то вот характерная особенность BMW, знаете, характерный запах. Это запах антифриза. Даже сейчас у тебя новая машина, мы стоим, но периодически он доносится. Когда я купил себе пятерку с пробегом там двухгодовалая машина 36 тысяч, я тоже обращал внимание, думал, почему пахнет антифризом. Поначалу думал, что где-то что-то пробили. Миш, а расскажи, пожалуйста, с точки зрения динамики. Вот мы-то стоим, обсуждаем, но машина-то не наша, машина твоя. Ты много ездишь и по городу, и по трассе. 6,5 секунд, 249 сил, 620 крутящего. Как это? Мало. 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 При условии того, что Mercedes у меня был пятилитровый и уехал он прям достаточно, здесь этого не хватает. А предлагается вариант чип тюнинга. При этом чип довольно-таки лояльный. Он просто меняет прошивку на 320 лошадей. То есть на 40D, который вот был у них предыдущий 40D, 320 лошадей. Сколько там ньютонов, я не помню. Что-то 700 с чем. Но он уже едет хорошо. То есть они мне... Это можно сделать. Здесь не будет никаких блоков, чипов. Это чисто через OBD разъем. Пожалуйста, можно. Но я как бы, наверное, не буду этого делать. А вопрос к дилеру, если ты приедешь, ты не уточнял вот это вот? А, да, уточнял. Смотрите, какая ситуация. Раньше дилеры были немножко поглупее, сейчас поумнели. Сейчас, если у тебя машина ломается с чипом, ты приезжаешь на дилер, и они по блокам и по всем параметрам смотрят, на каком режиме работы совершилась та или иная ошибка. И если она превышает какие-то лимиты, установленные именно этой заводской прошивкой, то, соответственно, вы слетаетесь из гарантии. То есть раньше можно было на чипе кататься, сломалось, откатил чип, приехал, они меняли что-то. Сейчас так не прокатит. А сколько расход у него реальный? Ой, я вообще никогда за расходом не следил. Не знаю. То есть вообще запрал до полного и поскакал. Но расход здесь примерно, вот если в смешанном цикле при спокойной езде действительно будет в районе там 7-8 литров, но точно не 10-12. Да, и ощутимая разница была между С-классом. То есть на С-классе я заправлялся в Москве, ехал в Тверь обратно, бака вообще уже не было, а может быть даже на обратном пути приходилось заправляться здесь. Я могу заправиться в Москве, приехать в Тверь, там покататься, приехать в Москву и обратно уехать в Тверь. Ну, плюс-минус так. Колеса у тебя стоят 21-е, разные широкие. Передние 275 на 40, задние 315 на 35. Но при этом у тебя еще пневмоподвеска. Вот на скорости, в городе. Как? Рулится очень хорошо. Она вот в плане рулежки довольно-таки комфортно. Ну, я просто много на чем ездил, есть с чем сравнивать. Здесь, может быть, конечно, за счет подруливающей задней оси она в поворот, она ввинчивается. То есть, она прямо, знаешь, ты прямо чувствуешь, как она поворачивает. Это крутое ощущение. Ну, в этом плане круто. А с точки зрения шин, они у тебя идут с технологией Run Flat или без? Да. Вот у тебя нет такого, что швыряет в колее? Есть. Сильно швыряет? Достаточно. Но ты не думал поменять все шины? Думаю. Вот мы прокатились по парковке, здесь куча мест, где люки, где лежачие полицейские вот эти противные, пластиковые. И знаешь, что я тебе хочу сказать? Если вдруг надумаешь за 3 миллиона этим летом продавать. Позвони обязательно, я первый, кто приедет, покупает. Без слов вообще. Да, я прям сразу еду, просто забираю, однозначно. Друзья, машина действительно очень комфортная, шумоизоляция, прям здесь очень хорошо ощущается, что она есть и она работает. Дизеля у BMW, у Mercedes, у Audi, в принципе, это действительно дизеля такие, что они дарят тебе комфорт. То есть, нет какой-то такой вибрации, как вот у трактора бывает сравнивают с японцами. Здесь машина комфортная. Твое мнение, ты когда пересел, что ты почувствовал? Я на самом деле почувствовал, во-первых, что я выше, это раз. И это тоже своего рода такой плюс, ну потому как ты вроде бы с высоты положения и как-то по-другому воспринимается дорога. Что касается дизеля, вот кстати, у BMW дизель 3-х литровый, он гораздо круче работает, чем у Mercedes и у Audi, за счет того, что он получается не V-образный, а он, ну, продольный. Продольный, да. Типа, звук от него как будто бы и не дизельный даже, знаешь, в моменте. Ну да, очень часто, друзья, может быть такое, что вы сядете, если вам не сказать, что дизельная машина, то вот с музыкой, когда вы едете разговаривать, это не почувствовать, особенно на скорости, там вот свыше 20 и все. Стоя на светофоре, да, еще можно какие-то нотки уловить, но в целом кайф. Вот смотри, часто пишут, китайская тачка, некрасивая, тебе самому как? Мне нравится, и я скажу больше. Вот выбирая между GLE купе и X6, я выбрал X6, просто понятно, что цена, но если бы Mercedes меня покорил, я бы все равно взял Mercedes, но просто визуал у него, по моему мнению, он круче, он более такой, какой-то вот, ну, красивый, он выделяется из потока, Mercedes он спокойненький, такой, знаете, вот, ну, типа, не то пальто, это все вкусовщина. Вот на дальнее расстояние, как машина? На дальнее расстояние довольно-таки неплохо, при условии того, что это все-таки, ну, как бы считается, джип, наверное, я не испытываю дискомфорта, я не устаю на нем, нет такого, что я прям, вот, пересел с S-класса и на нем я чувствую себя хуже в плане спины или еще что-то, нет, абсолютно нормально. Вот сейчас мы проехали лежачий железнодорожный переезд, друзья, вот свыше 20 км начинает работать задняя подвеска, подруливает. Слушайте, я прям рулем начинаю давать, она прям как раз-раз, действительно, машина, она как акула начинает плыть, действительно, в этом кайф, и самое главное, вот эта пневма, это действительно комфортная машина, ты прям, вот прям, как тут, как сказать, ты как по маслу проезжаешь, вот в этом, конечно, очень сильно ощущается, подчеркиваю, у нас 21 колеса, и у нас шины стоят с технологией Run Flat, изначально это все должно быть жестко, некомфортно, вот, да, вот здесь вот не хватает, вот ты газу дал, вроде бы он такой, говорит, да, поехали, но в тот же момент мы разгоняемся, мы уже все как положено едем, но вот хочется быстрее. Можно чипануть, и проблемы не будет, у тебя не упадет ресурс мотора, ничего не упадет, здесь сейчас есть, ну, такие чипы, которые, они просто меняют твою прошивку, на прошивку, которая должна быть на 40D, все. Дай краткий отзыв по оптике, очень часто споры возникают, диодная, лазерная оптика, насколько я знаю, у X6 с базы уже идет лазерная оптика, вот у тебя они стоят, каково это? Честно скажу, что на Mercedes работает она лучше, на BMW, если вы включаете туманки, она у вас вообще садится, ну, то есть она прям максимально плохо работает, а если вы туманки выключены, все равно режим работы этих лазерных фар, обтекание именно встречного потока, не так круто работает, как это позиционируется, Mercedes в этом плане в фавор, однозначно. Какие-то косяки по машине еще ты замечал? Да, сразу, как только забрал из салона, проехал там километров 200, наверное, диким образом начала скрипеть педаль тормоза, в мороз, вообще звук такой, что прям, ну, невыносимо в жару, он становится тише, но все равно есть, дилер сказал, а еще не убрали. То есть, если сейчас мы будем периодически, то она можно поймать, да? Да, да. Слушай, а вот по торпеде, вот по всем частям, вот в Mercedes, ну, понятное дело, у тебя была S, но там C класс, E класс, иной раз там, кое-нибудь нажмешь, там скрипы жуткие, здесь же, по идее, это все собрано получше. в плане сборки, да, есть такой момент, но, ага, есть, 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 есть вопросы, как бы, вот смотри, вот видишь, здесь вот эта тема, вот она, вот она шатается, шатается, да, то есть, как бы, идеального, мне кажется, в наше время уже не найти ничего. После таких тест-драйвов, действительно, хочется больше трудиться. Я надеюсь, что подобные ролики, в первую очередь, вас мотивируют. Можно сидеть и плакать, говорить то, что все плохо, невозможно, люди покупают. И это не единственная машина в Москве, в России. Полно разбирает машин дорогих. Люди стремятся, люди зарабатывают. Да, друзья, тяжело, но нужно стараться, нужно искать. У Миши две руки, две ноги, одна голова. Ничем он от нас не отличается. И все остальные владельцы подобных автомобилей тоже можно начать говорить, а там вот сын депутата, сын чиновника. В общем, друзья, делайте выводы, делайте правильные выводы, что все в наших руках и жизнь у нас одна. Все полезные ссылочки я оставляю в описании. ВТБ Лизинг, всем, кому интересно, зайдите, посмотрите. Ссылочку на Михаила я оставляю в описании. Можете зайти посмотреть, чем человек занимается, чем промышляет в творческой деятельности. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, ставьте жирные дизлайки. До новых встреч всем. Пока-пока.